Увидеть этот и другие ролики раньше без цензуры и рекламы можно в приватной телеге из описания. Еще несколько секунд вашего внимания, подключиться можно только прямо по айпишнику, в поиске вы пока что сервак не найдете. Лучше отсидеть 10 минут в бане, чем потом отсиживать куда больше срок и получить дополнительные наказания за админобус. Эту базу, наверное, выучили все, кто смотрит мои видео, ну или кто не донатит на DarkRP. Но есть такой тип игроков на DarkRP, у которых уверенность в своей правоте в любой ситуации растет прямо пропорционально тому, насколько высока их админка. И на наказание, или же снятие с админки таких людей и направлены мои ролики. Вы, наверное, это и так знаете, это я так представляюсь для тех, кто может быть впервые или недавно на моем канале. Так вот, сегодня мы немножечко поиграем, поучаствуем на жалобах и найдем несколько нарушителей. Еще пару минут выделю на некоторые нововведения, чтобы вы были просто в курсе того, что над серваком работают. Ну и снимал я этот ролик на нашем сервере Боброград. IP, группа, а также промокоды будут в описании. Кстати, там еще набор в администрацию открыт, требования вроде бы более-менее адекватные, поэтому дерзай. Короче, ему дали возможность на этой профессии на похитителей теперь грабить людей. Рейдить кого-то можно только при условии, что в квартире, в которой вы рейдите, есть кто-то, на кого у вас заказ. Но рейдить мне особо никого не нужно, мне надо только стопнуть на 30к, ограбить человека какого-то. А еще у него есть маскировка, вообще классная штука. Плюс вы можете палкой вырубить кого-нибудь. КД у него, я не знаю, сколько сейчас будет. 24 секунды. Долговато, надо было уменьшить. Нормально, она дамажит, нормально. Заказ на кражу игрока Аклай. Где он находится? 150 донатной валюты. И кто меня бахнул? 1,8. Какой ты себе это позволяешь? Мастеруха какой-то, маньяк. 1,8, фрекил. Не, ты интересный, конечно. Не, но он интересный человек, конечно. Хорошо, хорошо. Дюброслав, ты что? Ко мне подошел мент, сел передо мной, говорит, Дюброслав, ты что? И ушел, блядь. Я бы позанимался саморазбором, кстати. Ребят, вы тут? У меня потом к нему еще вопрос будет, когда у вас закончится. Пусть не уходит. 6,2 у него по факту выходит. По незнанию правил, 6,2б. За б пункт. Ну, вот оно как выглядит, смотрите. 6,2б. Модератор админ совершил бан по незнанию правил. Это предупреждение. Я к тебе вопросик такой. А за что ты мне выдал 1,8, когда я тебя в гетто убил, получается? Когда я тебя спалил на том, что это маньяк? Давай, да, да, да. Отойдите, пожалуйста. Ну, давай, сюда. Ну, смотри, я тебя спалил на том, что ты маньяк, получается, был. Вот. Ты меня взял, забанил. За что? Типа фрекил. Так, когда ты меня убил? При каких обстоятельствах? Смотри, возле фонтана ты ставил лицом к стене человека и потом ни с того ни с сего взял убил его ножом. А, так ты похититель. Ты не должен был меня убивать. Почему? Ты похититель, ты вообще, тебе это не касается. Почему? Ну, потому что ты похититель. Ну, а при чем тут это вообще? Ну, я тебе никакой угрозы не предоставлял. Ты подошел меня сзади и убил за похитителя. Подожди, ты маньяк, который убил при мне человека и который также может кинуться на меня. Почему ты мне не предоставляешь угрозы? Потому что ты сзади стоял с далека, тем более я даже в твою сторону даже не смотрел вообще. Я не издалека, понимаешь, стоял. Я был близко к тебе. Я начал по тебе стрелять, когда ты напал меня. Потому что я знал, что ты просто поставил чела и накинулся на него из ничего. Ну да, я убил его, но ты просто берешься сзади меня за похитителя убиваешь. Да, но тут... За профессию похитителя и... А при чем тут профессия-то моя? При чем профессия-то моя? Ну, при том, что я тебе никакой угрозы не предоставил, вот что. Ты убил при мне человека просто так. В смысле? Я не могу подумать, что ты на меня тоже кинешься. Но я же не кинулся. Тебе ничего не делал. Подожди, я спалил тебя на том, что ты... И меня убил без какой причины. Я спалил тебя на том, что ты действуешь как маньяк. Ты убиваешь людей просто так. Почему я не могу ничего предпринять? Потому что я в твою сторону ничего не сделал. В смысле, ты в сторону человека уже предпринял. Ты убил его. Ты при мне это сделал. Я спалил тебя на том, что ты маньяк. Почему я ничего не могу сделать? Ну, потому что ты должен был или убежать, или... Ничего с этим не делать. В смысле убежать? Я с оружием в руках. Я вижу, как на человека нападают. Я как бы этого не то, что не боюсь. Я могу что-то сделать. Я спалил убийцу. Ну, полицию бы вызвал. Там же это предпринять. Ты запахитителя такой. И что? То, что я похититель? Ну, я сказал, что почему я тебя забанил. Если ты не нравится, ты можешь на жалобу в форум подать. Или же вот на форку позвать. Ты можешь тебя ответить, если что-нибудь у меня. Нет, просто я, судя по тому, как ты объясняешь, почему ты забанил меня. У тебя выходит 6,2б. 6,2б это бан по незнанию правил совершенно. Ну, я сказал, почему я тебя забанил. Ну, хорошо, я жалобу подам, тебе просто пред выдадут. Да и все за твои нарушения. Ну, хорошо. Все, свободен. Блин, надо хату купить. О, не занято. Ну-ка, стоять. Что стоять? Стоять. Стоять. Я домой хочу зайти. Что ты у меня дома делаешь? Стоять на том стене, говорю. Алло, я... Стоять на том стене. Окей. Сейчас проверку. Тут, тут, тут. Ладно. Опа. Попался. О-о-о. Подожди. Я у себя дома нахожусь. Я дома у себя. Я вот купил только-только квартиру, и он ко мне зашел домой просто так. Ну, чем ты у меня затайзерил? Прикольная шапка. Что такое? Почему приказ не слушаешь? Какой? А ты говорил, встал лицом к стене, ты передо мной пытаешься дверь закрыть и отходишь от меня. Слушай, я встал в итоге лицом к стене. Что тебе надо еще? Ну, в итоге ты-то встал, но ты очень долго не вставал. И вообще передо мной пытался дверь закрыть. Потому что я смотрю, ты неадекватный какой-то. Ты бегаешь за мной лицом к стене. КЧ только начался, а дверь похочу купить. Блин, ты не даешь пройти. О, я тебя ставлю лицом к стене. Так я встал в итоге. Что тебе надо будет еще? Что тебе еще надо от меня? Я встал в итоге, ты меня обыскать, а мне обыскал. Но из-за того, что ты долго вставал лицом к стене, пришел полицейский, обрушил все мои планы. О, боже. И кто вы там виноват, блять? Я или полицейский, то, что он пришел? Что ты на полицейского не пожалуешься? В том, что ты очень долго вставал лицом к стене. Причем передо мной пытался закрыть дверь. Так, блять, я говорю это, что я хочу домой зайти, я хочу квартиру купить уже. И все. Ну, купил бы квартиру, я бы настоящий полицейский. Он бегает спамить лицом к стене, лицом к стене. Я встал в итоге, купил квартиру, сделал то, что мне надо и встал лицом. Тогда фир РП нету. Пиздец, ты что, Бежулькин какой-то? Я не пойму, что тебе надо? Все твои планы обрушил. О, блять, трагедия. Ау. Ну, где-то секунду. 12, он не вставал еще, пытался передо мной дверь закрыть. Хуя себе, сейчас я пересмотрю. Я домой все зашел, купил квартиру. Я у него спрашиваю, что ты у меня дома забыл вообще? Туда уже, еще раньше, чем его тазернули, туда уже пришел еще один гос, понимаешь? Там разницы уже не имеет, потому что если бы он что-то сделал, его бы спалили. Кали меня чем-нибудь хорошим. Готово. Опа. Ебать у меня ноги. Нормально. Нихрена себе. Видал, как умею? Ну все, посмотрел представление. Лицом вот сюда упираемся и скидываем. Окей. Что здесь происходит? Ничего интересного на меня напали, на меня напал человек снизу, на меня напал человек снизу. Кстати, хз, я вот ребят поиграл, видите, с этим третьим лицом. Я, если честно, любитель от третьего именно играть. И когда вы подпрыгиваете, у вас камера как бы вместе с персонажем, она как будто привязана то ли к плечу, то ли к голове персонажа. Или вот сейчас. И как бы камера от третьего лица, она не особо точная при прицеливании. Вот где у меня точка, а куда я по факту стреляю левее немного. Мы попробуем сейчас загрузить третье лицо, другое, которое есть еще в Гаррисмоде. Попробуем с ним что-то сделать. По идее, там прицеливание будет пофикшено. Сказано, сделано. И поэтому мы добавили уже новое третье лицо, которое вы можете заценить. Оно реально точно отображает, куда вы целитесь. На других серверах, если помните, максимально точно стрелять от третьего, можно только если вы центрируете камеру по вашему персонажу. Теперь попадаете вы или нет, будет зависеть от того, насколько прямые ваши руки, и насколько хороша регистрация, о которой тоже есть что сказать. В прошлом видео вы можете заметить отвратительную регистрацию урона в некоторых моментах, когда я даже просто на экране видно, что я попал по человеку, но серваком это не засчиталось. После этого я немного по ПВПшился на военке с игроками, и понял то, что с регистрацией реально надо что-то делать. Дарк РП это конечно РП режим, но ПВП это неотъемлемая его часть. Решили мы эту проблему тем, что поставили хитрек, это аддон на сервак, поиграли с тикрейтом и поставили более мощное железо. Стрельба конечно после этого не стала супер идеальной, из разряда не докопаться, но стало намного лучше, чем было раньше. Ну да ладно, вернемся к игре. Здесь я за киллера, получил заказ на челика, который сидит в тюрьме, и мне надо было как-то его вывести из тюрьмы, чтобы выполнить заказ. Для этого я замаскировался также под полицейского, и нашел первого попавшегося мента, которого попросил помочь мне перевести человека в мэрию, в суд для обжалования. С маскировкой, которая на серваке стоит, есть такие проблемы небольшие, когда у тебя вроде бы скин меняется на чела, которого ты выбрал, но надпись над головой остается все той же, но это в РП не имеет никакого значения, смотрят на внешний вид, на основную модельку, не аутфитеровскую, а ту, которая дается профессии. И, соответственно, по РП я не вызываю абсолютно никаких подозрений, моя причина, почему его нужно вытащить абсолютно нормальная, но челу что-то не так показалось. О, подсоби, слышь, надо на обжалование, на обжалование надо человека давить. В кандалы его, я еще под оружием его буду держать. Алло, там преступник особо опасный, с ним нужно вдвоем, втроем, вчетвером работать. Мужик, мужик, движение будет какое-то, нам его вести в суд надо. Блять, может не слышать, я хз. Алло, я говорю, нам в суд его вести надо, люди ждут. Ты можешь его вытащить? Я его на оружие поставлю. Я говорю еще раз, можно увидеть твой значок? Пожалуйста. А ты что, не видишь его, что ли? Ну вот, держи. Твои тогда давай тоже документы. Ты вот сейчас и с документами будешь разбираться, или как? Ну ты смешной, конечно, ты комик. Давай, открывай. У стены стоят лицо. Заходи, заходи в кандалы его. В кандалы бери его. Я его убить не могу. Не можешь его взять? Осужденный, выходим. Пойдем. Не двигаешься никуда от строго проложенного маршрута, ты понял? Неподчинение сразу будет расстрелом караться. С какого ты хрена решил документы проверить? А, лицензия у меня над головой не пишется. Точно. Запрещается также использовать фальшив... Использование фальшивых документов, лицензий, денег и тому прочее. Потому тут прочее относится к удостоверению и тому подобное. Это я понимаю, но просто я тогда не понимаю, как мне в таком случае подозрений никаких не вызывать. Типа, я замаскировался, я сделал то, что надо. Непонятно, почему он до тебя до тебя понял. Ну, потому что я не настоящий полицейский. Но как он это понял, откуда у него подозрения, непонятно. Хотя нет, понятно, у меня-то не пишется лицензия над головой. Ну, вот тоже бред. Да, он не мог это вообще никак воспринять. Добрый день, товарищ. А можете, пожалуйста... Так, надеюсь, вы не застряли. Вопрос такой. А какого вы... Я на него жалобу. А я сейчас еще вашу жалобу не принял. У меня, по-моему, вопрос, как вы начали подозревать, что это полицейский. А, он жалобу подозревает. Ладно, пусть меня на жалобу заберут, подожди. Пусть меня на жалобу заберут, мне интересно просто. Окей, окей. У меня потом вопросы по поводу маньяка, который поломал оборудованиями товарища. Да, я их уже ебал. Да, 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 окей, окей. Время-то... Так, нормально? Не знаю, рассказывай. Ну, расскажи еще. Рассказывай. Короче, у меня на него жалобы за Крайм РП. Он в ПУ расстрелял человека, и... У него на него... Чего я начал... Короче... Все равно лагает. Все, что я понял, то, что он в ПУ расстрелял человека. Я могу, как киллер, убивать где угодно, но... Главное, чтобы свидетелей было меньше трех человек. Три максимум. Четыре. Это уже нарушение. А там ноль свидетелей было. Ну, так, я объяснил, почему мне надо дверь открыть, понимаешь? Я сказал то, что... Там человек особо опасный. С ним взаимодействовать разрешено только там двум, трем, четырем людям. Но никак не одному. Ты у меня начал документы какие-то спрашивать, еще что-то. Ну, я же тебе сказал, я буду его на прицеле держать, пока ты его будешь в наручники заковывать. Я же тебе объяснил, что там нужно, ну, вдвоем, втроем, четвером работать. Так ты сам мог открыть дверь и просто меня... Вот именно, а какая разница, я открою, к примеру, дверь или же ты... Нет, подожди, ты... Нет, нет. Ты мне начинаешь указывать, говорить, то, что... Я у тебя спросил... Я тебе не указываю. Я тебя просто попросил, говорю, открой дверь, мы сейчас его поведем в суд на обжалование. Он подал апелляцию. Я говорю, откроешь дверь, заковываешь его в наручники, а я держу, если что, его на прицеле, вот так. Ты стоял, как истукан. Я у тебя и спрашивал, как... Что ты спрашивал? Я говорю о том, то, что... Не могу сам туда что-то зайти сделать. Нам надо действовать вдвоем. Ты открываешь, заковываешь, я держу на прицеле, все. Но так все равно, по-уже, вроде бы, это... Да, это общественное место достаточно, но по правилу 5,4 я могу убивать по заказу в любом месте, но с оглаской по свидетелям. Если свидетелей больше трех человек, то я не могу там ничего делать. То есть, смотри, я могу в мэрию зайти, где два человека, и убить их двоих. Но если там четыре человека и больше, я их не трону никак, по правилам. А если трону, то будет нарушение. У меня просто вопрос, откуда ты заподозрил, что я не имею документов, возможно, или же фальшивые какие-то, держу. А, не знаю, может это баг случился, какая-то херня, но у меня почему-то было вообще твои формы. То есть, ты у меня дефолтным скинул. Вверху писалось то, что наемный убийц, скинул у него был дефолтного наемного убийцы. То есть, у него не было скину мента. Поэтому я и начал... Странно, я все это время в маскировке стоял, пока она не слетела, ну ладно. Я от тебя просто демку дожму. Ну окей, ладно, хорошо. А можешь просто объяснить, а почему ты не видел его, да? А я даже в своем спиктете, который как бы полностью меняет, я видел его маскировку. Зачем ты пытаешься? Я вот именно зашел на тебя. Давай демку посмотри. Хорошо, давай демку посмотри. Давай, заходи. Заходи ко мне. За ко мне вот, заходи. Феникс, Феникс, тогда посмотришь? Феникс, тогда посмотришь и под твою ответственность. Хорошо. Ссылку на тебя. Давай, заходи. Да вот сейчас как раз-таки Феникс посмотрит, потому что это полнейший бред какой-то. Типа, ну реально пахнет пизжом. Потому что даже я в спиктете, когда, ну, отвлекался на других людей, выходил из спиктета, опять заходил. У тебя ты был в форме мента. Ну тогда я был все это время в маскировке. И даже в Тайбе ты числился в правосудии. Потому что я лично видел. Сейчас вот Феникс под свою ответственность. Если он как-либо реально это раскроется. Ну, сейчас он начнет, наверное, если у него, если он реально там, как бы, раскроется, если он реально честный, то он покажет. Если он не честный, он начнет говорить, да вот, бля, ой, удалилось, там пропало. Ну, как всегда, сам понимаешь. В итоге мы без рофлов около пяти минут ждали, пока он зайдет в Дискорд. Хотя он без проблем заходит в Дискорды других серваков, таких как ВастРП, ГамбитРП, и играет на них, и общается на них. А вот в наш Дискорд что-то было проблемно зайти. Админ, который стоит рядом со мной, уже понял, что это я видосик снимаю. И мы решили как раз-таки об этом поговорить. И посмотреть, как разберется с этой ситуацией другой наборный администратор. И понаблюдать за этим также в Дискорде. Я зашел туда под предлогом того, что я ищу куратора сервака, чтобы там что-то обсудить. Я просто только-только зашел домой. А у них там оказывается какая-то жалоба. Ну, я и поинтересовался, что за жалоба. Решил посмотреть за этим тоже, понаблюдать. И когда чудо в итоге свершается, он к нам может зайти в Дискорд. Он показывает демку, где видно, что я реально в униформе полицейского. Ну да, действительно забаговалось немножечко. И профессия над головой пишется, что я профессиональный киллер. К тому же, он вначале обманул администратора, сказав о том, что у меня помимо профессии киллера над головой, также была его одежда обычная, а не полицейского, под которой я замаскировался. Ой, так у нас тут получается еще и обман администрации, который он, видимо, сам понял, что учудил. И начал долго заходить в Дискорд. Наборка это поняла сразу, потому что она, оказывается, сидела в спектете и наблюдала за мной. Если бы это был аутфитер, то есть кастомные модели донатные, то мы бы еще, наверное, поняли, потому что их можно как включить, так и отключить, чтобы просто не мешали тебе какие-то кастомные модели, и ты хочешь воспринимать и видеть только рпшное. Смотри, можешь демку обрезать немножко в том моменте, где вот ты говорил, что маскировка не показалась, и залить на ютуб. Я думаю, так будет проще. Если у тебя там Дискорд не крутится, и ссылочку мне кинешь сюда. Делать мне нечего, я правила перечитываю. Ну, это правильно. А кто тут у нас, блядь, ретаился? Тебе надо сейчас опыта, блядь. Я и пал. Ты мне демку все-таки пикаешь или нет? Давайте к тому самому моменту, где вы к пау к нему подошли. Вот, милиционер, бюро, бегу. Видишь, у меня он сразу вип-профессиональный гилер. Ну и что? Почему он от головы считает? У него форма есть. Форма. Первое, что вы смотрите, модель. Почему вы смотрите у него модель? Ты же утверждал то, что вот у него скин был киллера. Он был в скине киллера, и у него над головой писался киллер. Вот, у него вип-профессиональный киллер. Ну, ты говорил то, что у него еще и моделька киллера. Почему вы это говорили, товарищ? А еще была моделька киллера. Ну, а почему сейчас у вас нет модельки киллера? Я не знаю. А? Ты серьезно? А сейчас почему у вас нет модельки киллера? Опять банки на уши. Я показал. Вот, все, я тебе показал, окей. Молодец, молодец. А теперь я могу просто сказать, что ты так долго пытался нас обмануть, что я не понимаю, зачем. Ну, показали. А, чему, зачем вы занимали наше время, объясните, пожалуйста. Очень интересно. Что я пришел? Что я пришел? Что я пришел? Короче, он показал, Артур. Он показал, да? Он показал Дэнку. Это ебанат с васто и с этого, как его называют, с гамбитов, блядь. Хочешь сейчас в скринскрикажу? Приклеенную скину, которая, ну, реально говорит то, что ты там был как бы в скине. Это вообще NPC? Тут никого. Ребят, напасть на меня хочет, напасть на меня хочет, напасть, байкер хочет на меня напасть, напасть на меня хочет байкер, байкер хочет на меня напасть, 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 обороняемся. Офигеть. Налетел на меня с катаной, налетел с катаной на меня. Так вот он, блядь, Барбайкер. Да, вот он. Я опять в цепле просто залетел. Да я встану, встану. Осмотрите на всякий, осмотрите. Опа, бультик. Дайте, выйти, 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 дайте, у него все встать все проходит. Выйти. А ну-ка разноцомки шли. Потому не... Заказик сделан. Отвлек внимание по-быстрому. Убежал, хлопнул. Интересно, сколько... Стоп, сколько я ему хп-то выбил? А вот тут я замаскировался под госа, чтобы выполнить заказ на чела, которого они рейдят. А мы играемся. Сейчас, подожди, отойди, отойди, отойди. Я взорву их арбузом, нахуй. У меня где-то есть. А ну, отходим, 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 отходим. Минус. А как ты его христианку так убил? Ресой, резой, резой. Подлечить может кто-нибудь? Чит, видимо, чит, видимо. Чит, видимо, чит, видимо. Нет. Чит, видимо. Пять секунд, ребят, пять секунд. Пять секунд, сейчас все будет. Минус один. Арбуз, арбуз, черт. Бам, нахуй. Ребят, вот этого резните, резните, резните. Гондоны. Нет, даже когда полминуты кд, это им вау, очень классно. Главное, под СБГ медика не маскироваться. Потом тебя просто может кто-нибудь, ну, у тебя, ну, по РП на одежде, там, может, обозначение какое-то, что ты медик именно у СБГ. И тебя вправе попросить, там, заресать кого-то, подхилить. А ты раз и не можешь этого сделать. Медик, медик, есть кто-нибудь? Медик, резни, медик, резни. Медик, резни его. Он полицейского зарезал. Медик, где, блядь, твой дефибриллятор? Где, блядь? Где твой дефибриллятор, медик? Ты его в ПУ брал? Нет. Куда ты идешь? Стой. Куда ты лезешь? Стоять. Тайзером. Стоять. Ну, вот о чем я и говорил. Вяжи его. Ведем к мэру, 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 ребят. Нет, подожди, сейчас таки милиционер придет проверит. Да к мэру посмотрит просто и все. Я на катание, если что, долечу. Понесли его. Три ствола, три аргуза. Ребят, если не варите ничего, выходите и рассказывайте, что у вас так несет. Кто сдох-то, блядь, у вас. Ответы и сдохли. Либо у вас кто-то умер, либо что, тем более, он отжималовался, человечек. Походу, слышно, на мирный договор мы не пойдем. Давайте подозрение на нелегал. Подозрение на нелегал. Я с аргузом залезаю. Дайте нам просто двоим зайти. Я гребаную ракетку обманю нах. На R нажми. Слышишь, давай мы с тобой вдвоем мчиться. Ребят, ребят, вы стойте здесь, если что. Просто один медик нам нужен будет. Вот. Нам нужен будет один медик. А остальные здесь. Так, подозрение на нелегал. Нет, у них там нелегал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ждем. Не вылезай, медик, не вылезай, медик. Ты нам нужен чисто резать нас. Все, уйди. Уйди отсюда. Покинул зону рейда Раз, покинул зону рейда Два, покинул зону рейда Три, тихо, тихо, тихо Не лезем, не стреляем Два, один Есть один уже Крутая штука этот арбух К стене К стене Раз, стене Куда вы в хату заходите? К стене Осматриваю на оружие, лицом у стены держусь М4 Лицензия имеется Лицензия имеется на оружие Тишину, поймайте, лицензия на оружие имеется Спрашиваю Вы идите отсюда, пожалуйста А можно Да, иди Так у тебя же ключи есть Супер, не понял А что, с ключами проблема у тебя? Подожди А что у тебя? Другалек Другалек А что с ключами-то за проблема у тебя? Стоять 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 Что за проблема с ключами у тебя? Ну ты, конечно, отдал жару Не возрождайся Сейчас врач приедет Резай Резай его Да, сломались ключи Нет, вы дали мне не те Мне на участке дали Мы тебе дали не те Них*** себе А что ж ты оружие-то достал, когда я тебя остановиться просил? Нет Ага, сейчас я документы твои посмотрю Я остался Стой на месте Так, по оружию У тебя ничего нету Документы у тебя Значит, такие А, вот в кармане Извините Бланк, получается, тебя зовут Дело интересное появилось Ты имеешь право молчать в хранении Мэр, здравствуйте Вырубите, пожалуйста, музыку Пока слишком шумно Ребята Ребята В очереди, пожалуйста Тише себя ведем Сейчас тут проводятся разбирательства Как только закончим Получите лицензию Пожалуйста, тишину Имя его зовут Бланк Можете, пожалуйста, по компьютеру поискать А, посмотрите Я слепил ключи А, хорошо Тогда я его арестую Сейчас вынесу Хорошо Если мы ошиблись, вы можете подать на нас в суд И тогда мы разберемся В откройте, я выйду Да, да Очевидно, ошибка какая-то была То, что вы решили себя выдать за госсотрудника А также попытаться меня убить Это действительно была ошибка с вашей стороны А может, может, по правам договориться Стойте, стойте Может, по правам договориться Ну и что имеешь? Я тебе сейчас по-быстрому, смотри, покажу Вот, смотри А, все, все Теперь, теперь видно Может, как-нибудь чуть меньше, не? Ты издеваешься Ты нашел где-то полицейскую форму Ты попытался убить госсотрудника Ты проник на закрытую территорию Которую гражданам Которую гражданам, вообще-то, вход запрещен Ты еще скидки какие-то просишь Ты что, на рынке, что ли? Не хочешь, как хочешь А будет арестован за нелегальное оружие Нелегальное оружие он будет арестован А также за попытку убить госсотрудника И выдачу себя за гослицо У стены стоять У стены Я тебе уже давала деньги Здравствуйте, лицом к стене встаньте, пожалуйста Понял Лицом у стены стоим, не двигаемся никуда Я домой иду, я домой иду М4 флэш Лицензия имеется на него? Да, имеется Задержаны будете? Куда, куда? За нелегал За что? А, так я лицензию показал Нельзя, если не имеешь ее по факту, отыгрывать Посмотрите внимательнее Я еще раз говорю Куда вы меня исчезли? Я еще раз тебе говорю Внимательнее, пожалуйста, себя веди Внимательнее Что вы мне говорите, вы лицензию не проверили? Я же показал ее Вот Да посади уже, хули ты носишь меня Да без проблем Смотри, у тебя нелегал Карается вполне себе спокойно Максимальным сроком Но можно как-то это исправить Давай исправим, сколько Ну вот, взгляни Посмотрел? Все Сейчас Еще что посмотреть? Я не увидел А, все, вижу Давай Так, ну пойдем, значит Вот так сделаем Все, я могу идти домой? Да, сейчас снимаю Домой иди аккуратно, чтобы я никто не спалил Комендантский час сейчас Все, все Хорошо Все, спасибо Что за стрельба была? Лицом к стене Убрал, убрал, убрал Убрал Убрал, говорю Убрал оружие Убрал оружие Раз Убрал оружие Два Этот челик в итоге достаточно долгое время бегал и играл таким образом То, что он просто на постоянке носит оружие Без особой надобности, даже когда никого не грабит На него агрятся полицейские И он от них убегает Потому что, по правилам, если у тебя оружие в руках То ПГ у тебя до трех человек Но суть этого ПГ в том, чтобы регулировать по правилам Какие-либо вооруженные конфликты Ограбления, возможно Рейды Или же, не знаю, просто перестрелку, когда тебя спалили на ограблении Но не в том, чтобы провоцировать полицию и так вот от нее бегать по всей карте Чем он как раз таки успешно занимался до определенного момента Да, не спорю, у него было пару моментов, где я его палил на ограблении И пытался его как-то предотвратить Меня убивали после этого И все, как бы, я дальше иду играю Но потом я начал натыкаться на те моменты, когда он просто так держит оружие Что по законам города тоже запрещено Но в какой-то момент мне эти догонялки уже поднадоели Я решил узнать, зачем он это делает Почему? Ну, просто с какой целью он провоцирует полицию на погоню за собой постоянно Вместо того, чтобы один раз выйти на диалог И просто объяснить по РП, почему он носит оружие на готове Грубо говоря, он провоцирует полицию Что, согласно правилам 1.29 Запрещено делать просто так, без какой-либо причины А потом так же спешно игнорит этот РП-процесс И сбегает с него Убери оружие Убери оружие Просто убери оружие и все Просто оружие убери Так, открытое ношение оружия Дерьма 120 секунд Матывает в честных местах Штраф 5000 Убирай оружие Убирай Убирай оружие А зачем ты это делаешь просто, мне вот интересно И какое, блядь, РП с ним отыгрывать, собственно А, короче, Чеда, слушай Постоянно с оружием бегает и провоцирует тем самым Госсов И вообще игнорит любые приказы Просто вот по КД от них улетает куда-то, еще что-то Ну, чтобы за ним просто погонялись Провокация Этого ответа я и ожидал И он это делал не один раз Поэтому будет нон-РП Ой, не нон-РП, провокация на 40 минут Слушай, а ты за бандита на ком играл? На маньяке? Или за кого? Бандит и был А по какой причине ты провоцируешь Госсов Постоянно бегая с оружием И игнорируя любой РП? Я бегу в бедном районе и на крышах Дабы не был фир РП и в любой момент Но тем не менее, ты стоишь перед Госсами на крыше Так, что тебя видно Что ты с оружием По законам города, открытое ношение это тюрьма Ты зная это, все равно берешь Так, тебя несколько раз Преследовали Госсы Ты от них постоянно убегаешь Типа, зачем? Я спокойно и ушел от них Хорошо, ты это делаешь несколько раз С какой целью? Ты же видишь, что на тебя обращают внимание И ты продолжаешь так же делать На перестрелки не навязывался А почему? Полиция вправе по тебе стрелять Когда ты несколько раз так уходишь Ну так обращают внимания Ну для чего? Ты тем самым провоцируешь Выдайся это до 21, 29, 40 минут Я не вижу тут нарушений ТП наборку и решим Я не хочу никого топать Мне на это время нету совершенно И желания тоже Не, я бы понял один-два раза Когда он Может кого-то он грабил Да, тогда вот он когда грабил Он там раз меня убил Два убил Ладно, хорошо Но ты бегаешь по КД Ты бегаешь по КД Даже когда ты никого не грабишь Ну я говорю, что не вижу нарушений Хорошо, ты не видишь нарушений Просто выдай себе Иди обжалую в дискорде Почему ты игнорируешь просьбу Чтобы наборка решила? Потому что я тебе уже дал форму Чтобы ты себе выдал наказание И все Ты не хочешь себе выдавать Я с этой ситуацией разбираюсь уже И я тебе говорю Что ты нарушил один-два Ну по просьбе игрока Хорошо Я могу позвать наборку Но смотри Я тогда сразу скажу о том Что ты отказался себе выдавать наказание Чтобы считаться одним набузом Ребят Да, там человек отказывается выдать себе бан Я ему забанить не могу Объясните ему кто-нибудь Что он нарушает провокацию Я ситуацию объяснял Это в Крем-районе было? Да, да, да И в Крем-районе И на вот этой большой крыше Здание, которое отделяет город от пустыни Ну то есть челик вот так вот по городу лет Ну это крыша Это тоже считается, мол, Крем-местом Но все равно Если тебе уже выдали замечание И как раз таки ты видишь скопление госов Лучше так не делать Ты это же понимаешь Что буквально А нету Он не понимает Он тебя заметит, снова посадят Он не понимает, видишь И вот Я понял в два раза первых Когда он грабил кого-то Я к этому нормально отнес Грабят Окей Ну когда ты не грабишь Ты бегаешь просто с оружием И только видишь госа Который к тебе пытается подойти Что-то сказать Он тебе говорит там Убрать оружие Ты берешь от него Улетаешь куда-то там На заточке Я ему выписал Я не знаю там 40 мит добавлять Или просто 40 поставить вот так Я ему выписал вот это Чтобы он выписал себе 40 минут за 1.29 Говорит Я не буду выдавать Я не вижу тут нарушения Зови наборку Я говорю Я позову Но тогда у тебя будет 6.9 То, что ты не выдаешь себе наказание Скинь маскировку Ты просто прошарка Приказы ему отдавали с отчетом Я ему несколько раз Эти приказы пытался отдавать И с отчетом И без отчета Потому что он просто Убегает Улетает там На катании На заточке На еще чем-то Он в ФРРП зоне был? Вполне себе да Я даже сейчас демку пересмотрю Пересмотри Скажи Был он в ФРРП зоне Я точно скажу Потому что если Да То тут объективно Ты просто провоцируешь На то, чтобы за тобой побегали Первый раз это было Вообще я помню в пустыне Короче Там за ним мы бежали вдвоем Мы за ним бежали вдвоем Он с оружием от нас убегал И типа по правилам ПГ Он может так сопротивляться Двоим людям И убегать от них Если у него орудие Думаю ладно Хорошо Я подлетел к нему Вот я пересматриваю Даже единственного момента Хватает для нарушения Ну наверное да Я подлетаю к нему на заточке Достаю оружие Он стоит на меня Смотрит с этим оружием Я достаю ствол Говорю Убираем оружие Он просто убегает И так было несколько раз Я правильно понимаю Да Он просто достает катану И улетает Вот прям передо мной 15 и давай так Зачем? Убирай оружие Эээээээээй Оружие ФРРП, когда я ему угрожаю оружие, он достает катану. Встаю с оружием, но все-таки бедный район и Криммест. Но тебя же не грабит никто. На крыше нету никого. Я вот пересматриваю этот момент. Возле тебя на крыше даже никого нет, понимаешь? На тебя госы обращают внимание. За тобой госы начинают по коню. Ты убегаешь раз, два, ну, либо 120 секунд тюрьмы. Сейчас смотрю по закону арест. Ну, арест. Что ты от этого обеднеешь? Да даже две минуты, сука, в тюрьме отсидеть без того, чтобы 40 сидеть за провокацией. Ну, должна же быть голова на плечах. Сука, головой или жопой думаешь? Ну, нет, у тебя здесь действительно провокация есть. Выдавай себе. А, и так же 6,9. Не выдавал себе наказание. Я ему выговорный. Делаешь нарушение и сваливаешь? Провокация. Ты заставляешь за собой побегать. Таблицу отредачьте. Модерации. В чате написал персоналу. В чате персоналу написал отредачьте. Окей. Пора бы перейти к тем ребятам, которые поддерживают меня дополнительной монетой в Телеграме. Отдельное спасибо этим ребятам. Саня Санчо, Никита Юхимчук, Хорни Девил, Илья, Гольф Белл, Юрий, Бенни, Делар, Айт Вальс, Кирилл, Титан Пропан, Сварите Макароны, Веларис, Сан Франчиско, Никита Булка, Феликс, Кирилл Харченко, Никто, Квадро Испада, Латук и Копедит. А так же остальным ребятам у вас на экранах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!